Всем привет, с вами Селиса и ТикТок Ньюз. Артур и Аня продолжают путешествовать и на этот раз прилетели в Барселону. Жители Сочи публикуют кадры встречи Никиты Калагривова с фанатами. Актер находился на молодежном кинофестивале в Сочи, где дети регулярно встречали его повсюду. Никита Калагривый закончил съемку на голубых далях. Сопровождают дети и собаки, смеются в сети. Луна Ком поделилась своими требованиями к молодому человеку. Девушка указала, что ее будущий парень должен быть веселым, но серьезным и чтобы стыдно за него не было. Парень Клавы Коки поделился подробностями личной жизни спустя 8 месяцев отношений. У нас настолько все сходится, нам все нравится, у нас одни вкусы, одна еда, режим сна, музыка. Все вот эти вот пункты, они у нас очень сходятся, мы не можем за что-то зацепиться, из-за чего можно поругаться в быту. Тоже не хочу загадывать, мы только начали жить. И я считаю, это нормально, когда вы ругаетесь, и у вас есть какие-то недопонимания, потому что если вы поругались, вы это, главное, как вы это решаете. Если вы сели, спокойно обсудили, говоришь, вот мне это не нравится, вот у меня есть вот тут проблема, я не хочу, чтобы ты делал так. И вы, как умные люди, которые уже психологически созревшие, уже готовы, обсуждаете и решаете эту проблему. Ты понимаешь, что ради своего человека, я готов это поменять, и потянул стыд на уступки. Если вы не ругаетесь, то рано или поздно, мне кажется, бочка может взорваться. И все накопившееся, что ты рано или поздно не сказал, ты это скажешь. И вот такую большую... Причем за какую-то фигню вообще, знаешь, ты разлипет соль, и ты вообще за все, ребята, накопившийся, который ты не говорил, оно пойдет вот в сторону человека, и вот такую уже ссору будет тяжело перетерпеть, не расстаться. Ну да, и спокойно обговорить. Диана Астер показала сниппет нового трека. Девчонки, он же обещает, больше бить меня не будет, из их шлюх своих забудет, фотки те удалила, из них никто разозлила. Инстасанка начнет танцевать на своих выступлениях. Недавно Даша сообщила, что приостанавливает свою концертную деятельность в связи с тем, что сейчас она находится в разработке абсолютно новой концепции своего творчества. Сегодня девушка поделилась, что начала заниматься танцами и даже решила собрать себе подтанцовку. Самый высокооплачиваемый футболист в мире Киллиан Мбаппе передал привет Мелстрою. За выполнение этого задания стример пообещал выплатить 30 миллионов рублей. Также на челлендж Мелстроя ответил Логан Пол, также находящийся в списке в качестве лота. Парень пообещал подписаться, если он переведет 300 тысяч долларов на благотворительность. Бустер обвинил Мелстроя в том, что он пользуется накруткой онлайна на стримах. Слава сделал такой вывод из-за того, что на его трансляцию от Мелстроя перешло всего около 2000 человек. Валентина Иванова показала роскошный подарок на 8 марта от Тимати. Рэпер, как и всегда, не поскупился на праздничный презент, преподнеся избраннице новый автомобиль. Стоит отметить, что в прошлом году в честь 8 марта Тимати подарил Валентине сумку от известного люксового бренда Hermes. Димас Блок подарил своей жене Ане семейную машину Li Auto L9. О ней она давно мечтала. Данный подарок был сделан на выписку их младшего сына Тео. Мелстроя заблокировали аккаунт в запрещенной грамме, на которой были подписаны мистер Бист и рэпер Дрейк. Блогерша Наташа Гасанханова в интервью сначала заявила, что никогда не изменяла, а спустя время рассказала, что ее худший поступок – измена. Что скажете? Я вот думала, какую тебе историю на эту тему рассказать, но я поняла, что я ни разу никому не изменяла. Самый неприятный поступок в отношении парня, который ты делала. Неважно, друг, парень, просто в отношении противоположного пола. Изменяла? Егор Крид рассказал, что брал с собой Амину в пензу, чтобы вместе постримить. Но у них не получилось это сделать, так как Егор забыл дома ноутбук на зарядке, поэтому им пришлось срочно возвращаться. На вопрос же, встречаетесь ли вы, они оба лишь отшучивались. В сети теперь шипперят Крида и Амину. Я не могу сказать правду, сегодня я был на ней только правду. Я потерял голову Атрина Заду. Выстил по сердцу прямо из автомата. Ту-ту-ту, на шее помада. Ей не нужны мои бабки и слава. Любилась, поблюдка, но ты ему рада. Супер Стас раскрыл, что ведущим шоу «Прятки» изначально должен был быть Дима Масленников. Но в связи с его болезнью нужна была замена. Общим решением они выбрали Егора Крида. И Стас считает, что хоть он и отличается по стилю поисков от Димы, но хорошо справился со своей задачей. Я считаю, это лучший, кто мог поучаствовать в «Прятках» как ведущий. Потому что мы много размышляли. Я считаю, это хороший не заменой, а это отдельный интересный ведущий, который ищет по-своему, преподносит что-то в «Прятки». Юлия Гаврилина продолжает практиковать игру на укулеле. Хотели бы вы услышать от нее акустическую песню? Кате Адушкиной сделали септопластику. Ее давно мучили проблемы с дыханием из-за разницы ноздрей и искривленной перегородки. Поэтому она решила исправить эту проблему операционно. Помните, я рассказывала вам, что узнала о моих проблемах с носом. У меня искривлена перегородка. Из-за этого гаймориды, деноиды, вот это вот все-все-все. Я приняла решение ложиться на операцию. Я просто, видите, я волнуюсь, просто пипец. Поэтому, не знаю, поддержите меня просто в директе. Лакером начали блокировать аккаунты в ТикТоке. Сначала заблокировали аккаунт Милани Некрасовой, потом Лери Синки, а теперь и Фроси. Инста-самка примерила свадебное платье. Напомним, что Даша планировала устроить свадьбу уже этим летом. Инста-самка и манекен обновили свои машины. Олег купил себе очередную машину Lamborghini Urus стоимостью от 30 миллионов. А еще они обновили свой Мерс, который Олег подарил Даше летом. Теперь он оформил в стилистике ее будущего альбома. Даня тем временем уже несколько дней тусит в Казахстане. Парень наснимал кучу танцевальных видео вместе с Юджином. Планирует он там быть, как говорил ранее, месяц, чтобы тренироваться. Парень наснимал кучу танцевальных видео. Настя Бутбарби раскрыла аудитории личность своего нового парня. Избранником оказался брат Эл-Джея, Даниил, известный как бывший парень Дины Саевой. Михаил Литвин и Адель чуть не погибли по дороге в Санкт-Петербург. На большой скорости у них лопнуло колесо. После небольшой аварии ребята пересели в эвакуатор и добрались до Питера. Джигану надо почаще ходить в караоке. Пришел звездой дать огня, но вступил только с третьего раза. Крошка моя, крошка моя, крошка моя, я по тебе скучаю. Милана Некрасова и Милана Хаметова вместе снимались в каком-то видосе, где выполняли задания. Поэтому в их социальных сетях появлялись странные сообщения на тему музыки и артистов, в том числе задания подписки от певицы Максим. Кобяков на своем концерте запремьерил новый трек. На сегодня это все. Не забывайте подписываться. Ждем ваши комментарии под видео. С вами была Василиса. Увидимся!